Наша пани психиатр сказала, что у нас аутизм. Аутизм испытывает семьи на прочность. Я целыми днями ревела, у него начались истерики. Какие-то магические заклинания и танцы с бубнами. Начал ручками махать. Нельзя запрещать ребенку проявляться и развиваться. Происходят чудеса, это чудеса осознанности. Он начал открыто смотреть нам в глаз. На Тулу, браво, Давидочка! Это было новое, новое даже в целом мире. Это стоит целой жизни. Я еще три застала, да? Браво ты! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Расскажите про своего сына Давида, сколько лет, как рос, как все начиналось. Моему сыну на данный момент 4 года и 10 месяцев. Родился 4,680 и 58 сантиметров. Большой парень, 9 баллов по шкале Афгард. Все было замечательно, здоровый. Все было хорошо. Вовремя прошел, вовремя сел. Развивался замечательно. И потом, в какой-то момент, я начала замечать, мне так показалось, что Давид меня не слышит. Ну, как бы, он вел себя, как обычный ребенок. Я не знаю, прививка это сыграла роль или нет. В год и три там сделали прививку. И после этого у нас начались такие трудности. Он бежал, и вот я могла кричать «Давид, Давид, Давид» много-много раз. Пока я его не догоню, он просто не обращал на меня внимания. Мы, конечно, сходили к врачу. Нам сказали, что это все нормально, что это такой возраст, что дети так могут себя вести. В год и семь я пошла опять к врачу, сказала, что он не разговаривает. И у нас только есть звук «А», 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 «А». Мне сказали, что если ребенок издает хоть какие-то звуки, это хорошо. Ничего страшного в этом нет. Он заговорил. И так мы еще долго-долго-долго сражались, сдавались анализы. Все было бесполезно. Потом мы вернулись в Польшу, так как мы ездили домой. Мы вернулись в Польшу и пошли к психиатру, так как здесь такой диагноз ставит психиатр. Давиду тогда было почти три годика. Где-то 2,8. И когда мы пришли, она нам сказала... Мы прошли в основном из-за того, что у него начались эстерики. Он начал, если чего-то добиваться, начал плакать, и мы не могли его успокоить. И наша пани психиатр сказала, что у нас это уйти. Мы начали делать все анализы, доктор сосудов, ЭГЭС, УЗИ мозга, остеопаты, всевозможные врачи. Ребенок полностью здоров. Куда не пойдем, нам все вероят анализы в норме, все хорошо. Это аутизм. И так вот мы узнали о том, что у нас аутизм. А какие были проявления, расскажите? Вот до трех лет практически никаких. Единственное, что вот он не слышал. Мы даже ушки проверяли, нам сказали, что все хорошо. Я просто думала, что может быть он не слышал. Вот до трех лет у нас не было проявлений. После трех лет у нас появилось, конечно... Начал ручками махать. Если он играет, то его невозможно было вытянуть с этого места. Начинались все нервы, много истерик. Не говорил. Что еще у нас такое было? Плохо спал. Мог проснуться в три часа ночи. Поиграться какое-то время, а потом под утро ложиться спать. В основном вот такие вот проявления у нас были. Не был коммуникабельный. Он не хотел никого никак, кроме, конечно, родителей. С нами он был всегда в контакте. Он мог там попросить что-то, взять там за руку, привезти. В основном все делал моей рукой. Брал меня за руку и моей рукой показывал, что он хочет. Вот такие у нас были проявления. И это нарастало. С каждым днем становилось я просто более сильнее, более проявленнее. Просто он вообще перестал как бы существовать в этом мире. Он где-то жил отдельно. И только когда ему было что-то надо, он приходил и тащил меня, чтобы что-то ему дать или что-то сделать. Ну и когда я узнала про аутизм, конечно, меня это вообще вызвало из колеи. То есть я вообще закрылась на себе. Я не хотела никого видеть, не хотела ни с ним общаться. Я целыми днями ревела, ревелась в интернете, где найти помощь, все пишут нигде. И потом в одном из часов я познакомилась с Ириной, с мамой Женей. И она мне рассказала про Наталью Туас. И я даже долго не думала. Я на второй день спросила Иру, как это можно сделать, куда надо позвонить. И мы с мужем поговорили, и на второй же день написали. А как муж отреагировал на инфодайвинг? Я знаю, что многие мужчины, вот читаю даже сейчас в нашем чате, что противятся, не понимают. Нет, мой муж нормально воспринял. Он сказал, что для нашего ребенка мы должны сделать все, что возможно. И мы должны попробовать. Очень важную роль в восстановлении здоровья ребенка имеют родители. И в том числе и отец. Чаще всего принято считать, что полностью за здоровье ребенка должна отвечать мать, должна его воспитывать, выхаживать. На самом деле это неправда. Точно такую же роль должен принимать на себя и отец. Потому что точно так же в нем имеются в ребенке, как и ДНК отца, и ДНК матери. И у нас по статистике замечено, что те семьи, где включается в процесс восстановления именно отец, там результат гораздо эффективнее, быстрее и лучше. Мы увидели несколько видео Ирины и еще других деток. Вот маму Любу мы знаем с дочкой Анечкой, Олю Петренко. Я посмотрела, как все у них происходит. И мы даже не задумывались. Мы сразу написали Наталью. Ну, на тот момент еще фильма с результатами не было ни одного. Нет, фильма не было. Но уже в чате на тот момент были видеодевочек. Они просто скидывали. Я, допустим, вот Женю знала по нескольким чатам. Ира постоянно показывала, как он меняется, что происходит. Но после того, после отработки в инфодайлинге, Женя просто поменялся. Я просто увидела, что это совсем другой ребенок. Мы написали Наталье. И 10 мая мы получили отработку. Но 9 мая Давиду исполнилось 4 годика. Это был как подарок от Бога нам на день рождения Давида. Мы посмотрели вместе с мужем. И решили, что надо что-то менять в нашей жизни. Ну, расскажите, какие были первые результаты проявления. Давид же не знал, что с ним делать, отработку. Знали только вы, правильно? Да, конечно. Первое, что мы заметили, это где-то прошло дней 5. Давид начал смотреть по-другому. У него просто поменялся взгляд. Он начал открыто смотреть нам в глазки. Он раньше как бы пытался. Ну, посмотрите, секундочку, глазки убирает. Вот так вот так. А этот просто ребенок с большими открытыми глазами смотрит на тебя. Мы просто были вообще в восторге. После этого сразу же Давид научился прыгать. Он пару дней вообще там прыгал на кровати. Мы просто умилялись этому. Вот. И потом дальше, дальше пошло развитие. Давид научился кататься на самокате, на велосипеде беговом таком. Вот. Он начал играть совсем по-другому. Ну, с папой. В общем, ребенок совсем не изменялся вообще. А что ты забрала? Сюда пошел. Не с папой. Маму тоже надо. Маму? Куча мала. Куча мала. Куча мала. Куча мала. Куча мала. Он сейчас полностью самостоятельный ребенок. Я не могу сказать, что он отстает в развитии от детей своего возраста. Ну, может быть, есть немножко, потому что мы все-таки не говорили долгое время. Не говорим. И это очень сильно сказалось на этом. Но он очень быстро учится всему. То есть мне сейчас не нужно его учить специально, как я это делала раньше. Не могла 150 раз ему сказать, давай возьмем ложечку вместе, показывала, как кушать. Он сам кушает, он сам одевается, он раздевается, очистит зубы, ходит в туалет. Не на горшок, а в туалет, как дети уже этого возраста. Вот. Играет. Очень любит с папой играть. То есть он его встречает, когда он приходит с работы. Ну, в общем, ребенок очень сильно поменялся вообще. Очень сильно. Я очень благодарна вам всем. И Наталье, и всей вашей команде. Спасибо огромное. Просто нас научили жить, можно так сказать. Потому что это было до этого, это был просто кошмар. Были истерики у Давида, истерики у меня. Как наш папа все это выносил, я не знаю. Ну, как ты выносил. И он приходил с работы, и я с утра до вечера ему рассказывала, как неплохо, и как все тяжело. И как сейчас это изменилось. Папа приходит с работы, и он счастлив, видит, что у нас все хорошо. И Давид бегает за ним. Играет с ним. Аутизм испытывает семьи на прочность, на любовь. Это своего рода проверка. И очень часто, когда в семьях появляются дети аутисты, эти семьи не выдерживают всех трудностей и могут разойтись. Это очень часто происходит. И в то же время, когда ребенок идет на поправку, когда появляются надежды, появляется радость, семья может вновь сойтись. Появляется чувство любви, радости. Это совсем другая жизнь. Ну и умственное развитие тоже у нас очень длинуло. Давид научился. Случил все буквы алфавит, умеет считать до 20 дней, собирает пазлы, разные картинки, карточки, все показывает. Где убираешь рынковички? Где? На рынке. Браво ты! А будки? Будки? На ноги. А чапки? Чапки где убираешь? На головы. Браво ты! А швитер? Где швитерок? На ту. Браво, Давидочка! Мама детей-аутистов, они привыкают к тому, что если ребенок что-то сделал не так, то все. Это аутизм, проявление. То есть сегодня он веселый, бегает, прыгает. Это кошмар. Это просто проявление аутизма, потому что ребенок очень активный. На следующий день ребенок поспокойнее. Опять мамы уже все в позиции. Кошмар. Мой ребенок опять закрылся в себе. И вот, честно говоря, такое происходило и со мной. Я на какой-то момент не могла понять. И один раз в переписке с Натальей, я тоже ей писала, и она мне написала такую вещь, что я просто не могу увидеть Давида полностью здоровым. И пришел такой момент, что я действительно увидела его здоровым. Я не обращаю тебе сейчас внимания. Да, он сегодня веселый, прыгает. Это не значит, что это проявляется аутизмом. У него такое настроение. Он сегодня так себя ведет. Завтра он поспокойнее. Это тоже ничего не меняет, потому что он не закрылся в себе. Просто такой день у ребенка, как у обычного ребенка нормального. Я не люблю слово норматипичного. Обыкновенного ребенка. У них тоже бывают дни веселые, грустные. Они тоже бывают капризными. После того, как мы проработали ребенка и повзаимодействовали с его подсознанием, происходит перезагрузка информации. И если дети обычные, здоровые, у них идет последовательная загрузка информации, то есть они развиваются, и у них постепенно закладывается новая-новая информация и новый опыт, то дети, которые выходят из аутизма, у них идет параллельная загрузка информации. То есть у детей одновременно загружается пропущенный период года, двух, трех, четырех, пяти. Сколько лет пропущено, столько параллельные будут загружаться, перезагружаться, переустанавливаться. Все как в компьютере. И зачастую ребенок после наших отработок может играть как годовалый и уже через полчаса играть как пятилетний. Точно так же он может где-то описаться, где-то вдруг начинает лепетать, когда вроде как уже речь появлялась. Иногда мамы удивляются этому, говорят, это какие-то странности, такого никогда не было, такого не может быть. Нет, на самом деле просто психика перезагружает информацию. И загружает, и структурирует ее уже правильно. Я даже заметила такие вещи, что здесь больше детей воспитывают, их не наказывают, стараются с ними очень нежно и аккуратно обходиться. И я даже заметила, что многие обыкновенные дети, они ведут себя даже хуже, чем мой давид. Они могут падать на пол, тупать ногами, кричать, я хочу, плакать такими слезами. Детям нельзя говорить «нет», ни в коем случае. Неважно, здоровый ребенок либо болеет, это категорически запрещено, потому что правильнее, если ребенок находится в какой-то опасной ситуации и хочет прыгнуть с кровати, либо со шкафа, нужно просто с ним поговорить и объяснить. И первый вопрос, который я бы порекомендовал, это спросить, а зачем ты хочешь так сделать? Чтобы у него уже пошли ассоциации и осознавание этого процесса, зачем он туда залез и хочет совершить какое-то действие. А в целом нельзя запрещать ребенку проявляться и развиваться. Давид у нас может покомандовать, топнуть ногой, вот не надо, но всегда его можно сейчас уговорить. То есть у него появилось понимание речи, он понимает меня и мы можем с ним поговорить, пообщаться, книжки порассматривать, он очень любит книжки, рисовать любит. Очень такой смышленый стал, он понимает некоторые вещи, он даже знает, что, допустим, это нельзя, и он так будет смотреть глазами на меня и брать, и смотреть, вот, например, с телефоном, потому что, если у него не забирать телефон, он будет играть в нем целый день. Поэтому мы там поставили кое-какие границы ему. Вот, делаешь, мама тебе даст на какое-то время. И вот он приходит, и на столе телефон, он берет его и смотрит этими хитрыми глазами на меня, какая у меня будет реакция. Если я говорю, нельзя, Давид, положи, ты уже играл. Ложет, конечно, обидится, там развернется, уйдет, вот, но вот эти вот глаза хитрые, это все, это стоит своей жизни. Это просто шикарный мальчик, очень хороший, нежный и послушный. Мы очень сильно его любим. Я верю, что у нас все будет хорошо. Такое чувство, что дети-аутисты даны родителям, скажу банально, как будто для развития родителей. Скажите, когда вы смотрели отработку с мужем, какие были ощущения, переживания? Ну, знаете, это было как бы вообще как в куполе. Мы просто даже не могли понять вообще, ну, сразу, сориентироваться, потому что мы никогда с этим не сталкивались, и мы как все попугаи. То, что там говорила Наталья и Андрей, мы повторяли как попугаи. То есть, сказали сказать, мы сказали. Сказали сделать, мы сделали. Потому что на тот момент мы еще не понимали вообще, о чем идет речь, и как бы, как это все вообще будет выглядеть. То есть, это было новое, и новое даже в целом мире, поэтому никто не мог дать какого-то совета. Вот. Мы прослушали, мы посмотрели, там очень много вещей было, которые действительно касались о нас лично, и что действительно это было. Вот. И поэтому, не задавая лишних вопросов, мы решили делать так, как сказала Наталья. Она сказала вот так вот сделать, повторить вот это вот. И мы все делали, как она нам говорила. Да. Там даже есть такой момент, где Наталья говорит, я не знаю, кто тут из вас виноват, повторите вместе. И мы вместе, сидя на диване, вечером уже, завидли спать, и мы вот прорабатывали это видео. Очень часто в интернете приходят сообщения, что мы высылаем людям чуть ли не какие-то магические заклинания и танцы с бубнами, и поэтому у детей потом случаются результаты. Зачастую люди, которые пишут глупости, они опираются на свои какие-то представления, которые основаны там на магических фильмах, либо на каких-то шаманских ритуалах, либо еще, и представления об инфодайинге в корне не соответствуют действительности. Мне бы хотелось немножко пояснить, что же мы все-таки делаем, и что повторяют родители. Мы начинаем отработку у ребенка всегда с того, что заглядываем в его историю. Зачем пришла эта болезнь в его жизнь и в жизнь его родителей? То есть, как правило, это предыдущая жизнь и воплощение, назовем это так, предыдущий опыт, и этот опыт имел какие-то последствия. И когда мы заглядываем в этот опыт, мы разбираем, что же тогда случилось, зачем это случилось и почему душа ребенка приняла то или иное решение о воплощении уже, например, с болезнью. И опять-таки у родителей зачем пришел именно больной ребенок и что же они должны осознать. Идет отмена этих решений, идет проработка, конкретная проработка прошлого. И это очень индивидуально, это не какие-то мантры или заклинания, это конкретные жизни и конкретные истории, которые поднимаются и переводятся в режим осознавания, извлечения опыта из них. И когда человек это осознает, первое, что происходит у него в подсознании и в дальнейшем в его жизни, это меняется его реактивная составляющая. То есть он по-другому смотрит на жизнь, он по-другому реагирует на аналогичную ситуацию, и он принимает уже другие решения. Он становится другим. И вот он становится другим. И, соответственно, для того, чтобы он стал другим, уже болезнь ребенка ему не нужна. Точно так же, как и ребенку. Зачем играть в больном теле, в больную жизнь, если все, родители осознались, сам ребенок осознался, и можно двигаться дальше в здоровую жизнь. Поэтому и происходят чудеса. Это чудеса осознанности. Я начала улучшаться с каждым днем. Я очень благодарна инфодайвингу. Я очень благодарна тем, кто в этом участвует. Ей большое спасибо, потому что я не знаю, как бы мы дальше. Мы тоже проходили разные методики, обращались к разным специалистам. Мы были еще в одном чате, где нам тоже обещали помочь. Мы делали все возможное, потому что очень хотели увидеть нашего сына здоровым. И когда говорят, что аутизм не искалим, это неправда. Аутизм не искалим. Просто нужно захотеть. Скажите, вот вы там писали, на цыпочках ходил. Ну, какие проявления до того были? Очень плохо спал, нервничал, да? Да, он нервничал. Бывало такое, что плохо спал. Но после отработки, через какое-то время, начало все улучшаться. Устом улучшился, кушать им стал лучше. Он ел переборчивую, у переборчивого ел пищу. Допустим, он не ел фрукты, овощи, не пил соков, он пил воду. Вот. Мы не могли его, ну, как бы, заставить ничего съесть. Сейчас он кушает, пьет все соки, кушает определенные, ну, не все еще, конечно, фрукты, но я думаю, что не все дети любят все фрукты. Это же понятно, да? Одним нравятся яблоки, другим это легкими. Вот. Еду кушать сейчас всю. Если я раньше отдельно готовила Давиду суп, а там нам с папой что-то другое, то сейчас мы едим вместе одну еду. Вот. Последний раз он даже пить пришел, попробовал, взял себе кусочек с доски и пошел к этим кускам, у нас с папой глаза такие большие. А по поводу пальчиков это очень долго у нас отходило, ну, практически прошел год и только вот где-то, не знаю, пару недель назад Давид начал ходить на ножках. Но он иногда еще, ну, я понимаю, что это привычка осталась. Вот иногда он становится на пальчики, там, но я могу сказать, Давид, ты что, мне же красиво ходить на ножках, и он сразу опускается. И, в общем, в этом плане у нас тоже уже есть улучшения. Я говорю, у нас в основном осталась речь, которую нужно потянуть и развить. Вот. А так у меня к нему претензий нет. Ну, игрушки. Вот он играет игрушками. Тоже очень многие родители на это обращают внимание, что он неправильно играет игрушками. Наш Давид тоже. Он может катать машинки, там, куда-то, возить их, потом он возьмет какую-то наклейку, налепить там снизу ее и будет ее там прокручивать. Но я не считаю, что это что-то такое сверхъестественное. К нам приходит ребенок, обыкновенный мальчик-сосед. В нас тоже живут ребята. И они вместе играют. И я смотрю, что Давид очень много повторяет за этим ребенком. Тут тоже может взять машинку, покрутить, там, покатать. Вот. И я вижу, что Давид как бы пытается повторять. И в последнее время я заметила, он очень много вещей начал копировать с нас. Мы что-то делаем, даже не обращая внимания, что здесь он, или там специально для него не показываем. И он потом берет и это делает сам. у нас очень большая проблема была со стрижкой, мы просто не могли его состричь. И в один какой-то момент мы его постригли, прошло там, не знаю, три или четыре дня, и он в тумбочке вытащил эту машинку. Он не боялся, как огня. Вот он не боялся ничего, ни пылесоса, ни миксера, ну ничего. А вот именно машинка, для него было это все. Тут Давид достал эту машинку. Мы наблюдаем, что же будет дальше. Он достает эту машинку отсюда, приходит и начинает стричь меня, потом папу, потом себя он постриг. То есть, наблюдая за теми вещами, что мы делаем, он потом это воспроизводит. И это вообще очень здорово. Дети копируют своих родителей. И очень часто родители жалуются. Ребенок агрессивен, ребенок злой, ребенок кричит, ребенок, то, особенно это в самом начале, когда мы только-только берем нового ребенка в работу. И вы знаете, если заглянуть в семью, то там обнаружится, что папа с мамой вообще не умеют разговаривать. Они орут друг на друга. И это называется выяснением отношений или еще прикрывается какими-то словами типа деловой позиции какой-то активной к жизни или еще как-то. Они это оправдывают, но на самом деле они орут друг на друга. Либо же орут их родители на их родителей. Бабушка с дедушкой выясняет отношения с папой, с мамой. И понеслось. И ребенок проявляется точно так же. Он ровно выдает ту же агрессию, которая есть в семье. Агрессия из воздуха не приходит и не падает. Ребенок ее выводит, показывая, кто вы есть на самом деле. И это правда. И очень многим родителям, когда обращаешь на это внимание, им даже стыдно и тяжело это слышать, потому что они же правильные родители. Их же в школе учили, что агрессию показывать нельзя, это плохо, это стыдно. И вот здесь возникает конфликт программ. И ребенок эти программы просто выводит наружу и показывает. Обратите на них внимание, обратите, как вы проявляетесь в жизни, на себя. Обратите внимание, обратитесь к себе и посмотрите, что в вашей жизни надо поменять, чтобы убрать эту агрессию из жизни, чтобы стать добрее, чтобы начать любить и себя, и этого ребенка. И очень часто в таких семьях просто нет любви. Вот, и вернусь к тому мальчику, вот они приходят к нам с мамой, и Давид бежит с самой первой, начинает ему помогать раздеваться, помогает ему снять ботинки, берет его за руку и ведет себе в комнату. Они высыпают игрушки и там с тебе играют. Но сам факт, раньше бы он вообще не обратил внимания, чтобы кто-то пришел вообще в дом. Ему было абсолютно стерно. Скажите, он входит в садик? Он входит в садик, в садике очень хвалят, и в садике у нас кольский язык, вот, а дома мы говорим по-русски, то есть, Давид сейчас понимает на двух языках. Логопеды его хвалят, все специалисты его хвалят. бронзовый, бронзовый, желтый, зеленый, ружевый, браво ты, помаранчевый, небеский и червоный. Браво! Был такой момент, была отработка, Андрей с Наташей там, и с Ириной в очередной день что-то делали с детьми. Наташа написала в чате, девочки, детей не нагружать сейчас физическими нагрузками, а у нас в садике еще лошади. Вот, я написала, Наташа спросила, она говорит, что логопедов можно оставить, а вот с лошадями пока отменить на какое-то время. Я, значит, прихожу в сад и говорю, мы сейчас проходим как одну из реабилитаций, вот, и нас очень попросили, чтобы сейчас не было у ребенка нагрузок, поэтому мы не хотим сейчас физиотерапевта отменим пока на время и лошадей. Вот, они согласились. Проходит дня два, но я им ничего не рассказывала, то есть вообще не проинфодайвинг, ничего. Проходит дня два или три, я прихожу за Давидом, выбегает вся толпа, психолог, логопед, воспитательный, директор, говорит, что вы сделали с ребенком? Мы не можем понять, что происходит. Вдруг ни с того, ни с сего Давид открылся, он хочет играть, он хочет заниматься, он делает все, что ему говорят. Что вы сделали с ребенком? я говорю, да мы ничего не сделали, рассказала им про инфодайвинг, про все эти системы, в общем, сейчас все в ожидании, чтобы дальше, как наш Давид будет развиваться. А как раньше он в садик ходил? Ну, и что говорили специалисты? Говорили, что он вообще неконтактный, не хочет заниматься. Вот пришла психолог и говорит, я не могу ничего сделать, Давид целое занятие просидел под столом. Я целое занятие пыталась оттуда вытащить, он ни в какую, нашел там себе какую-то игрушечку и сидел, игрался. Ну, а потом произошло чудо. Я не просто в восторге от Давида. До этого Давид вообще не говорил ни звуков, никаких ни слов, да? Нет, Давид не говорил, единственное шанс было мычал. Сейчас Давид повторяет за мной, ну, не все еще буквы, слова, но мы много сейчас занимаемся с водопедом и занимаемся онлайн даже. Вот. У нас теперь уже пароход гудит, собачка гаскает, корова мукает. Ну, в общем, кое-какие продвижения у нас уже в этом плане есть. Ну, я верю, что будет. И самое интересное, что он отвечает. Меня всегда интересовало, мне всегда водопед говорил, что самое первое, чего нужно добиться, это чтобы он отвечал на просьбу. Например, спросить его, как говорит второго, и он должен ответить, Вот. И раньше я могла 150 раз его спрашивать, как говорит второго, как говорит второго, он вообще на меня не реагировал. Потом появился такой момент, он начал говорить, а, как говорит корова, а, как говорит Питя, а, все было а у нас. Ну, сейчас уже у нас поменялось, пароход говорит, о, корова говорит, ну, в общем, движемся потихоньку, верю, что будет у нас прорыв и в этом. Еще у нас был такой момент, забыла, я думаю, что это важно, Давид, когда усыпал, это было, ну, сначала все было хорошо, я не помню, даже с какого возраста это началось, ну, наверное, год и три ему было где-то так, или полтора годика. Вот тут он усыпал и сильно потел, и вот знаете, как вот во сне человек бывает там ногой дернет, вот, а у Давида так было, он мог дернуть рукой, ногой, вот, ну, и какой-то период времени проходил, и в этот момент он сильно потел, и потом усыпал, и все, ну, как бы, спал хорошо. И мы же делали все вот эти анализы, и нам сказали, что это с этим не связано, что это, скорее всего, что Томус мышц, из-за чего он ходит и на пальчиках, и это. И вот недавно я писала Наташу, наверное, месяц назад, Давид перестал во сне дергаться, он, и тогда еще я писала, что он потел, еще, ну, как бы, потлилось, осталось. Вот сейчас, на данный момент, я вот уже наблюдаю за ним, наверное, неделю, что он не потеет, хотя вроде бы и теплее стало в квартире, почему он сейчас ложится, усыпает и спит, как обычные детки, и вот даже такое чудо у нас произошло. А что-то хотите, может, посоветовать другим мамам, родителям. Другим мамам я могу сказать одно, что если вы ищете что-то для своего ребенка и стараетесь каким-то образом выйти из состояния аутизма или еще других каких-то заболеваний, и ищите, пожалуйста, если вы уже нашли инфодайву, обращайтесь, если не нашли еще, ищите, старайтесь, я знаю, что каждый, кто может искать, и найдет. И если у вас есть мысли, поможет или не поможет, надо проверить, потому что если вы сами не проверите, вы не будете знать. Я знаю, что очень многие родители испытывают на своих детей разные лекарства, таблетки, разные процедуры, не зная потом дальнейшего результата, что-то с этого будет, потому что каждый думает, что это поможет, несмотря на то, что это может испортить другие какие-то органы у ребенка в организме или еще что-нибудь. Никто не задается целью ищет волшебную таблетку, волшебной таблетки нет. Возможно, если родители захотят попробовать какие-то медицинские препараты на своих детях, пускай сначала их попробуют на себе, пробьют курс, попробуют, как отреагирует их психика, хорошо им будет от этого или плохо, поумнеют они или потупеют, и может быть после этого аутизм у ребенка пройдет значительно быстрее, потому что родители однозначно изменятся после таких корректировок медицинских. Я считаю, что детки, которые выздоровеют и это будет видеть весь мир вокруг, это будет просто большое чудо в наше время, потому что сейчас все очень сложно и все вокруг только говорят о проблемах, о болезнях, и никто не видит никакого выхода, а я знаю, что выход есть. Спасибо, спасибо вам за интервью, очень хорошо рассказали. Мы очень благодарны вам, спасибо большое, большое, прям большое.